Путь правды Естественно, хотелось бы поговорить о тех событиях, которые происходили в Харькове, которые происходили параллельно с развитием событий в Донецке, в Донбассе. Расскажите, почему же все-таки не получилось развить успех после первого взятия УГА в Харькове? По разным оценкам, там собралось от 30 до 50 тысяч человек. И вот эти люди, харьковчане, их спровоцировали. То есть сторонники Майдана стали кидать в людей всякие вещи. И, естественно, харьковчане не стали этого терпеть и пошли на штурм областной администрации. В общем-то, чем он закончился, всем известно. Очень много есть материалов по этому поводу. Отмечу, что если сравнить это событие, допустим, со 2 мая, ни один человек по факту не был даже госпитализирован с тяжелыми травмами. То есть были там легкие ушибы, сотрясение головы. То есть это в данном случае, к сожалению, такие вот последствия, когда большое количество людей провоцируют на те или иные вещи. То есть по сравнению с дальнейшими событиями, это был очень гуманный поступок харьковчан, что, в общем-то, характерно для русского народа, русской цивилизации, людей, которые в ней выросли. А как на вот эти вот события отреагировали власти, которые на тот момент находились? Как на это отреагировали сами харьковчане? Власть повела себя по принципу хамелеона. То есть она подстраивалась и туда, и туда, чтобы иметь возможность сманеврировать. Потому что власть, как на тот момент, так и сейчас, интересует только лишь одно. Это сохранить те капиталы, которые у нее есть. Ну, это понятно. И, в общем-то, с одной стороны, были какие-то знаки в сторону антимайдана, что мы вас как бы поддерживаем. Ну, и с противоположной стороной власть отношения налаживала. Тоже можно увидеть на видео, есть соответствующие материалы и так далее. И далее получилась такая ситуация, когда настроение людей было, в общем-то, вектор этого настроения был понятен, чего хотят люди. А как это реализовать, было неясно. То есть получилась такая прострация в обществе, то есть куда идти и что делать. В этом смысле несколько групп, несколько центров сопротивления пытались сформулировать, собственно говоря, стратегию, куда двигаться дальше, в какую сторону идти. Естественно, служба безопасности Украины в это время не дремала и делала все, чтобы внести разлад между этими группами, не дать им объединиться. Надо сказать, что, ну, надо признавать, что мы имеем дело с сильным противником, и Харьковская служба безопасности показала, что она не зря считается одной из самых сильных на территории Украины. И, в общем-то, часть своих задач, она реализовала, то есть разлад был внесен, была вброшена информация о том, что, значит, кто-то там что-то себе присвоил, какие-то средства. Вместо того, чтобы заниматься там протестом, выясняли отношения между собой. И, в общем-то, на просторах интернета можно видеть, что выяснения отношений между некоторыми группами продолжаются до сих пор. Однако, удалось на тот момент все-таки сплотиться нескольким группам, и в 6 апреля была взята во второй раз областная администрация Харьковской. В этом штурме участвовала группа харьковчан, ну, до этого я хочу вспомнить эпизод, который произошел 15 марта на Рымарской, когда пролилась, собственно, первая кровь. То есть, первая кровь русской весны пролилась в Харькове, погибло два наших товарища, был ранен милиционер. И это сделали нацисты из так называемых патриотов Украины, которые потом стали батальоном, а теперь уже бригадой, по-моему, Азов. Здесь мы напрямую столкнулись с реальным фашизмом, который показал, что он не собирается ни с кем церемониться, он будет убивать своих противников и никаких разговоров с ним быть не может. На следующий день состоялся митинг, и, конечно же, мы сделали харьковское сопротивление, сделало все возможное, чтобы консолидировать свои ряды. И самое главное, понять, как же нам двигаться дальше, в какую сторону. Тогда была выбрана стратегия попробовать все-таки договориться с властью. Все-таки у нас были еще иллюзии на тему того, что депутаты, которые были в областном совете и городском, что с ними можно как-то провзаимодействовать, что они не склонятся перед этой бандеровской киевской хунтой. Все-таки надежда еще теплилась. Были, да. И мы хотели достичь договоренностей, чтобы сами же депутаты очистили свои ряды, то есть изгнали из своих рядов свободовцев, которые там были, пособников, по сути, нацистов. И кооптировать в их ряды своих представителей, которые проявились, собственно говоря, возле памятника Ленина, как лидеры сопротивления. И, собственно, таким вот образом осуществить мирный переход власти. И тогда, в общем, все могло бы быть по-другому. То есть, и, в общем-то, может быть, не потребовалась бы никакая республика. Если бы хотя бы три региона смогли бы договориться, Харьков, Донецк, Луганск, я думаю, что этого было бы достаточно, чтобы Украины больше не было, как фашистского государства. Когда сопротивление официально провозгласило Харьковскую Народную Республику? Это произошло 7 апреля, собственно, был на следующий день после взятия областной администрации. Было принято решение выбрать, когда уже было ясно, что не удается выйти на контакт с депутатами, что не удается договориться. То было принято решение о выборе депутатов народных и создании Совета, который, собственно, и провозгласил Харьковскую Народную Республику. Мы к этому процессу подошли ответственно, несмотря на то, что это все происходило на ступенях в вестибюле Харьковской областной администрации. Опять же, есть видео с этим событием. Но отмечу, что помимо того, что депутаты были выбраны, они в тот же день, в тот же момент были приведены к присяге. И, в общем-то, мы действовали в конституционном поле, поскольку принимали мы присягу на Конституцию Украины. И в этом смысле мы осуществляли свое право на прямое волеизъявление, которым, собственно, воспользовались, или, вернее, оправдываются сторонники Майдана. То есть, в общем-то, мы действовали в правовом поле Украины и имели на это все конституционные права, как ее граждане. Ну, естественно, нас обвинили в сепаратизме. Те, кого выбрали депутатами, что это за люди были? Это были живые представители народа, которые собрались вокруг здания областной администрации, которые не побоялись с открытыми лицами выйти на улицы и отстаивать свое мнение. Потом эти люди, конечно же, были подвержены репрессиям. Список не попал в СБУ, то есть он был уничтожен. Но, опять же, все это зафиксировано на видеозаписях и так далее. Потому что в тот момент мы верили в успех своего дела. Это был колоссальный душевный моральный подъем. Потому что до сих пор у харьковчан, которых я знаю, которые остались по разным причинам в Харькове, которые выехали в Россию, которые сейчас здесь помогают строить Донецкую Народную Республику и защищают ее с оружием в руках. У всех у нас осталась вера в то, что за нами правда. Что Харьковская Народная Республика, ее дело, ее цель защитить нашу родную землю от фашизма, фашистской идеологии, от идеологии украинского нацизма, это высшая цель, за которую мы и вышли. Мы вас всецело, конечно же, поддерживали и до сих пор поддерживаем. Но, однако, почему же все-таки не получилось пройти по тому же пути, что и Донецкая Луганская Народная Республика? Я думаю, что киевская власть Харькова испугалась больше всего. Потому что помимо массовых людских ресурсов, было видно, что люди вышли массово, это видно по митингам, это видно по тому же 1 марта, что люди выражали протест в количественном смысле очень сильно. Мне вот здесь хочется добавить, что на самом деле не только киевская власть боялась вот этого противостояния в Харькове, но и в Донбассе. Действительно, люди, так как события происходили параллельно, мы смотрели на вас как, например, а вы, я думаю, брали пример с Донбасса. И мы понимали, что мы не одни такие, что есть люди, которые против, точно так же, как и мы. Полностью согласен. И в этом плане могу сказать, что у киевской власти не было ресурса подавить все очаги сопротивления. И они сосредоточились на, ну, может быть, я тут питаю некоторые иллюзии, но, тем не менее, значит, Винницкий милицейский отряд специального назначения был отправлен именно в Харьков, и он был вооружен не дубинками и баллончиками, а огнестрельным оружием против, как бы, наших ребят, у которых даже бронежилетов не было, не то что там чего-то еще. И, естественно, сопротивляться вооруженным людям дубинками и камнями, это самоубийство. Это очень тяжело. Вот, поэтому защитникам АГА пришлось сдаться, и большая их часть, насколько я знаю, сейчас находится в застенках Службы безопасности Украины. Часть политзаключенных, за это большая благодарность ДНР, что происходит процесс обмена, и харьковчане включены в эти списки. Я сам принимал участие в этом, значит, тех людей, которые я знаю, вносили в эти списки. И часть моих близких друзей была по обмену суда доставлена. Огромная благодарность. Ну, еще очень много, к сожалению, людей, которые там сейчас находятся, испытывают муки от этого, потому что, к сожалению, пытки и другие спецсредства входят в арсенал СБУ, и об этом есть показания тех же людей, которые пришли по обмену, что с ними делали. В частности, вот можно вспомнить про ректора Славянского университета Алексея Самойлова, который был избит до Синевы, то есть, и когда его доставили на судебное заседание, ну, трудно было узнать его лицо, то есть, он был избит до неузнаваемости. Другие вот тоже друзья и товарищи. Спартак Головачев до сих пор находится в застенках Олег Новиков. То есть, масса людей, при том, что там и дети, и семьи. То есть, некоторые вот харьковчане до сих пор содержатся без предъявления обвинений. Но, тем не менее, понимая, значит, насколько нашим людям тяжело, я верю, что вот они, если бы все повторилось еще раз, все поступили бы точно так же. Я прекрасно понимал, что мог оказаться на их месте, потому что за мной шла охота, как тоже за лидером сопротивления, и чудом просто удалось избежать ареста, то есть, выехать в Донецк. Задумывались хоть раз, а правильно ли я делаю? Не боялись ли вот за свою безопасность? Что-то останавливало вас или нет? Знаете, задумывался и не раз, но всякий раз приходил к выводу, что это стоило того. Потому что вот я ни на секунду до сих пор не сомневаюсь, что наше дело победит. По одной простой причине, что те зверства, которые вот эти идеологические нацисты творят сейчас на территории Украины, это некая запредельная грань, когда уже назвать их людьми можно только с условной натяжкой, потому что все человеческие нормы они перешагнули. И, в общем-то, понятно, что когда мы этому противостоим, то за нами правда в таком метафизическом смысле этого слова. То есть, человеческие ценности, право на жизнь, право на свободу нужно отстаивать при любых обстоятельствах, чего бы это ни стоило. И когда вот объявлялась республика, когда там была потом провокация, в общем-то, которая в том числе привела к поражению, потому что пришли туда некие люди в нетрезвом состоянии с коктейлями молотова, с бензином и атаковали других, в общем-то, членов сопротивления антимайдана и милиционеров. Ну, ясно одно, что они преследовали цель, чтобы милиция не была с народом. Очень многие милиционеры тайно или явно поддерживали антимайдан, сопротивление Харькова. И близок был момент, когда определенная часть милиционеров готова была перейти на сторону протестующих. И вот эти люди, они сделали очень гадкую вещь, то есть они, напав на милиционеров, причем не просто напав, а сделав это так, как это делали сторонники Майдана с помощью коктейлей молотова, бензина и так далее, они посеяли ненависть со стороны правоохранительных органов. И то, что могло произойти, то есть, в милиции достаточно было просто ничего не делать, и, в общем-то, власть бы спокойно перешла в руки, как это было в Донецке. То есть, просто не атаковали бы, и, в общем-то, все бы тогда произошло естественным образом. А здесь вот произошла эта провокация, и вот мы когда стояли, у нас там оставалось 20 человек, которые вот встали между милицией и провокаторами. Мы были готовы там стоять до конца. Ну, собственно, мы стояли до конца, мы стояли до того момента, так как не полетели вот с одной стороны бутылки, а с другой стороны светошумовые гранаты. Вот, и потом, я даже сейчас не могу вспомнить точно, как мы оттуда вышли, потому что это было такое стрессовое напряжение, когда с двух сторон летят вот эти вот предметы все, там надышались этих специфических газов. Ну, мы сделали все, что смогли, чтобы это предотвратить, это я могу точно сказать. Антон, насколько я знаю, в Харькове были столкновения с ультрасами, точно так же, как и в Донецке, точно так же, как и в Одессе. Расскажите, как это происходило? Ну, происходило по одному и тому же сценарию. Местные группировки ультрас соединялись с приезжими, и вот в таком расширенном составе, плюс еще туда добавлялись майданные сотни, они атаковали сторонников антимайдана. Причем, опять же, профессионально работала служба безопасности Украины, выводя сторонников антимайдана в нужные места, где они были бы наиболее уязвимы для этих атак. Так произошло и в Харькове, если я не ошибаюсь, это было в середине апреля, когда вот приехали эти самые ультрас на матч, там был футбольный матч, и возле памятника Ленина кто-то там бросил некий клич о том, что вот надо срочно идти в определенное место на улицу Олимпийской, которая как раз там недалеко возле стадиона «Металлист». Зачем туда нужно было идти? То ли это был какой-то автопробег, то ли еще что-то такое? Никто потом разобраться не мог. Но всех почему-то вот туда понесло, в эту сторону. И каким-то чудесным образом на перерез этому шествию вышли ультрас. И крики, там хлопцы наших бьют, избивают. Вот это там порядка тысячи человек было, может больше. Я сейчас не владею информацией, потому что я в тех событиях уже не участвовал, поскольку находился под плотным преследованием. И, в общем-то, ну, скажем, был на конспиративной квартире. То, что мне рассказывали, то есть вот этот крик наших бьют, то есть подавляющее численное превосходство, плюс экипировка соответствующая. В общем, избили немалое количество людей. Там как раз люди поступили в больницу с тяжелыми телесными повреждениями. По поводу смертей не могу сказать, информации нет. Ну, допускаю, что такое могло быть. Ну, я думаю, что это была такая репетиция перед Одессой, потому что вот следующая подобная акция закончилась трагедией, где вот нацизм показал свое настоящее лицо, как он расправляется без суда и следствия, без всякого закона со своими противниками. То есть просто убивает всех, кто попадает под руку, жестоко заставляет страдать перед этим, то есть совершенно бесчеловечными методами. Штурм Горсовета. Для чего он был нужен? Ну, это почему все-таки массовое выступление харьковчан, они, по сути, ни к чему не привели? Ну, по поводу ни к чему не привели, я бы здесь не стал бы так обобщать. То есть они привели к тому, что, во-первых, была объявлена Харьковская Народная Республика, и до сих пор как в интернете, так и на улицах Харькова можно найти этот символ, символ Хэмер. И самое главное, что было сделано при объявлении Харьковской Народной Республики, люди увидели четкую и понятную цель. Бесконечно ходить и махать флагами очень такое интересное занятие, но оно имеет свой предел. Люди должны понимать, для чего все это делается, то есть какая конечная цель этого всего. И Харьковская Народная Республика стала вот такой вот целевой точкой, которая, по примеру, Донецка могла бы состояться. Собственно, для этого и был нужен штурм городского совета, поскольку власть уже просто так здание областной администрации не отдавала. То есть там было собрано такое количество милиции, что окружало здание Ага плотным кольцом. Еще в самом здании находились люди, милиционеры, которые занимали весь вестибюль и еще один этаж. Плюс еще во дворе находилась там команда, ну отряд. То есть физически невозможно было туда зайти, даже если бы был осуществлен прорыв линии оцепления. То есть там милиционеров внутри было столько, чтобы входить было некуда. И власти, и в общем-то протестующие как-то уже привыкли, что вот целью этих выступлений была именно областная администрация. Но в Харькове был еще и городской совет. Зная о том, что в наши ряды внедрены сотрудники штатной и нештатной службы безопасности, которые оповещали о всех передвижениях тех или иных, мы с товарищами решили сделать этот штурм спонтанным. То есть не распространять эту информацию, а быстро договориться и сразу пойти. К сожалению, это не получилось в полном объеме, потому что часть людей ушло на митинг возле колонии, где содержались заключенные с Юрием Апухтиным. А часть, собственно говоря, пошло на горсовет. Но все равно видно на видеоматериалах, какое огромное количество людей туда пришло. То есть Харьковская Народная Республика в этом смысле, она мотивировала людей как любая цель, которую необходимо достигнуть. И, в общем-то, это было полной неожиданностью для сторонников киевской власти. Возле горсовета даже не было такого кольца в одного человека из милиционеров. То есть он практически был незащищен. И, в общем-то, мы достигли своей цели, мы туда проникли. Но, конечно, не зная расположения комнат, мы не смогли попасть в сессионный зал. А там архитектура этого сооружения выглядит так, что небольшое количество людей на дверях могут сдерживать большую группу, которая вошла, собственно, в адвокат. Этим воспользовались милиционеры. То есть все-таки у них есть профессиональная подготовка. Мы тут в этом смысле все были любители этих уличных дел. И они заблокировали этот вход, то есть проход к сессионному залу. И у нас не получилось. Мы хотели провести первую сессию, собственно говоря, Совета народных депутатов Харьковской Народной Республики. И, в общем-то, принять первые постановления. Нам этого сделать не дали. Не получилось этого сделать. По, опять же, причине неуспешной согласованности между собой и, опять же, работе службы безопасности. Тем не менее, все эти даты, начиная с 22 февраля по 13 апреля и дальше, я думаю, что они навсегда вошли в историю Харькова, Харьковского сопротивления. Безусловно. И те сторонники русской весны, которые продолжают сопротивление, либо в рядах вооруженных сил Донецкой Народной или Луганской Народной Республики, либо находясь на территории Харькова, либо тем или иным образом помогая этому делу на территории Российской Федерации. Для них, для всех, эти события стали частью не просто чего-то безличного, а их собственной жизни. в общем-то, и это очень большая, я вам скажу, и ценная ее часть. Хочу сказать, что Харьковское сопротивление сегодня, оно продолжается. Продолжается, собственно, в тех формах, которые я озвучил, в вооруженных силах Народных Республик Донбасса. Знаете, вы прекрасно о харьковских партизанах. Работает Харьковское подполье в том или ином виде, что бы там ни говорили. И в конечном счете, вот видя, как себя ведет киевская власть, как лихорадочно меняются одни люди на других, как начинается вот эта некрасивая возня за оставшиеся крохи вот этих экономических ресурсов, которые пытаются там присвоить или там побороться с коррупцией за них, там еще разные способы придумывают. Но суть остается при этом одной, что власть, которая, не выражает воли своего народа, она обречена. Вопрос во времени просто. Хотя каждый день, допустим, который проводят наши товарищи в застенках СБУ, конечно, для них намного более тяжелая, чем, допустим, для тех, кто оказался здесь. Мы это все прекрасно понимаем. Но я думаю, что и они, и мы верим в одну простую вещь. Что наше дело право. И в конце концов, враг будет разбит, победа будет за нами, а Харьков будет свободен. Ну что ж, Антон, я благодарю вас за беседу. А нашему телезрителю я напоминаю, что гостем нашей студии был Антон Гурьянов, один из лидеров Харьковского сопротивления. А в эфире была аналитическая программа «Путь правды» и я ее ведущая Маргарита Миронюк. Не переключайте канал, далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова